Дорогие друзья, приветствуем вас на нашем канале. Каждый день, мы стараемся рассказать вам о самых важных и ярких событиях. Но иногда новости, которые мы приносим, могут шокировать и удивлять. Сегодняшняя новость как раз из таких настоящая сенсация, которая не оставит равнодушным никого. Скандалы, связанные с коррупцией, периодически вскрываются в самых неожиданных местах, но на этот раз ситуация приобрела поистине беспрецедентные масштабы. Сумасшедшие миллиарды чиновницы Голиковой раскрыты следствием Белоусова. Похоже, что чистки и проверки наконец добрались и до более влиятельных персон. В народе многие знакомы с фигурой Татьяны Голиковой, экс-министра здравоохранения. Ее деятельность уже давно обросла множеством слухов и скандальных историй. Новый министр обороны Андрей Белоусов, известный своим прямолинейным характером, решил разобраться в ситуации и инициировал проверку в отношении этой высокопоставленной чиновницы. Следственный комитет незамедлительно взялся за дело. В ходе расследования всплыли весьма любопытные факты. Оказалось, что Голикова, будучи министром здравоохранения, и ее супруг Виктор Христенко, глава компании «Нан Олег», якобы регулярно проворачивали темные делишки с тендерами на поставки лекарств и медицинского оборудования. Их компания буквально выигрывала контракты на миллиарды рублей, вызывая серьезные сомнения в прозрачности и легальности этих схем. Но на этом расследование не остановилось. Следователи также заинтересовались деятельностью компании «Генериум», которая, как выяснилось, тесно связана с семьей Голиковых. Эта компания получала весьма выгодные государственные заказы на производство вакцин, практически монополизировав этот рынок. Открытые источники предоставили следствию массу интересной информации. Оказалось, что за несколько лет семья Голиковых заработала, как минимум 50 миллиардов рублей, возникают вполне закономерные вопросы об источниках этих баснословных богатств. А тут еще всплыла информация о роскошной недвижимости, принадлежащей Голиковым в Европе. Вилы, квартиры и гольф-клубы в престижных районах Франции, Италии, Испании и Великобритании. Расследование продолжается. Следователи углубляются в финансовые операции Татьяны Голиковой. Не были ли часть этих средств выведены из России, незаконным путем и потрачены на приобретение, столь дорогостоящего имущества за рубежом. Кроме того, следствие уже обратилось за помощью, зарубежным коллегам с целью заморозки активов Голиковой, за границей до выяснения всех обстоятельств. Громкий скандал, связанный с именем влиятельного чиновника, является ярким примером продолжающихся чисток, в высших эшелонах власти, и борьбы с коррупцией и злоупотреблениями среди российских элит. Но похоже, что предыдущих обвинений в адрес Голиковой оказалось мало. Следствие вспомнило и о провальной реформе здравоохранения, которую она проводила, будучи министром. По данным СМИ, эта реформа оставила дыру в государственном бюджете, примерно в 250 миллиардов рублей. Куда могли испариться эти огромные средства, теперь предстоит выяснять следователям. Возможно именно эта история, поможет пролить свет на масштабы коррупции. Конечно обвинять ее и ее семью в чем-либо конкретном пока рано, следствие только начинает свою работу. Предстоит провести множество проверок, допросов свидетелей и изучению документов. Но общественность уже вынесла свой суровый вердикт. Люди требуют справедливости. Понимая, что дело приобретает серьезный оборот, Голикова и Христенко наняли лучших адвокатов для своей защиты. Они уверяют, что все их действия были абсолютно законными, а их богатство всего лишь результат успешного бизнеса и талантливого управления. Однако следователи и общественность настроены довольно решительно. Теперь Голиковой и ее семье предстоит доказывать свою невиновность в суде. Примечательно, что новый министр обороны Андрей Белоусов, который инициировал всю эту проверку, заявил вполне четко, перед законом все равны, и он намерен довести дело до конца. Его решимость и поддержка самого президента Путина, вселяют надежду, что коррупционеры будут разоблачены и наказаны, по всей строгости закона. Новость о масштабных богатствах Голиковой произвела действительно взрывной эффект. Люди возмущены до предела и требуют справедливости. Общественные организации и активисты уже начали кампании в поддержку расследования, призывая власти действовать максимально открыто и прозрачно. Многие россияне уверены, что подобные истории, как с Голиковой, это типичное лицо отечественного чиновничества, использующего свое положение в корыстных целях. Все надеются, что расследование поможет докопаться до истины, и привлечь виновных к ответственности, ведь рано или поздно все тайное должно становиться явно. Сама Голикова, конечно же, не стала отмалчиваться. Она назвала все обвинения ложью и клеветой, заявив, что ее имущество приобретено, законным путем на честно заработанные средства. Голикова пообещала сотрудничать со следствием, и предоставить необходимые документы для доказательства своей невиновности. Ее адвокаты уже взялись за дело, собирая финансовые документы и контракты, чтобы показать, что все сделки были чистыми и законными. Следователи, в свою очередь, намерены провести тщательное всестороннее расследование. Пока что говорить о каких-либо результатах преждевременно, ведь следствие только началось, но в Следственном комитете, обещают быть максимально объективными и непредвзятыми. Общественность замерла в ожидании финала, этой громкой истории. Этот случай, может стать прецедентом в борьбе с коррупцией, в высших эшелонах власти. Если же вина Голиковой будет доказана, это станет мощным сигналом для всех коррупционеров. За воровство и злоупотребление положением придется отвечать. Люди ждут справедливого разбирательства, и готовы поддерживать следствие в его стремлении к правде. Только прозрачность и честность в этом деле, смогут восстановить доверие к власти и показать, что закон един для всех, независимо от статуса и положения. Ну что ж, время действительно покажет, а нам остается лишь надеяться, что Андрей Белоусов сможет довести, все свои начатые дела до конца. Дорогие друзья, так или иначе, этот скандал, оставил глубокий след в нашем обществе. Вопросы о прозрачности и честности чиновников, всегда стояли остро, и каждый такой случай, лишь подтверждает необходимость контроля и справедливости. История с Голиковой показывает, что даже самые влиятельные люди не могут скрыться от правосудия. Это важный сигнал для всех, кто возможно считает, что высокое положение и связи могут защитить их от закона. В ближайшее время нас ожидают новые подробности, и возможно новые разоблачения. Расследование только началось, и чем дальше оно продвигается, тем больше информации всплывает. Следователи продолжают изучать все финансовые операции, контракты и документы, связанные с деятельностью Голиковой и ее семьи. Общественные организации и активисты также не сидят сложа руки, они продолжают оказывать давление на власти, требуя максимальной открытости и прозрачности в этом деле. Пока что сложно предсказать, чем все это закончится. Но ясно одно, Голиковой и ее семье придется пройти, через сложные судебные процессы, в которых они будут доказывать свою невиновность. Возможно это станет долгим и трудным испытанием, но в конечном итоге правда должна восторжествовать. Для нас, как для общества, это важный урок. Мы должны быть бдительными и требовать прозрачности и честности от тех, кто управляет нашей страной. Только таким образом мы можем построить, справедливое и честное общество, где закон един для всех. Спасибо, что были с нами сегодня. Мы продолжаем следить за развитием событий, и будем держать вас в курсе всех важных новостей. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и делитесь своими мыслями в комментариях. Ваше мнение важно для нас, и вместе мы можем сделать наш мир лучше. До новых встреч на нашем канале. Оставайтесь с нами, и будьте в курсе всех самых важных и ярких событий.